Всем привет, дорогие друзья. Я вот на ютубе только что просмотрел одну информацию, просто сам жахнулся. 12 мая, не, не мая, по-моему, не помню месяц, но 12 числа планета... Точнее, блин, ну, 130 стран где-то на всей Земле. 130 стран, я так понял. По информации, жахнулись нафиг. И третьим, кто был, это был Гонконг, по-моему. Все рейсы отменены были. В этом, в Америке все операции, даже обычное обследование, не могло просто ничего сделать. Даже я вот посмотрел, даже в Америке, США, там, не помню где еще, под угрозу еще отделы безопасности попали. Так вот, Боинг Крайн, или как он там называется, я точно с английским не на «ты», но, друзья, мне говорят, назвать он так. Что самое страшное в нем, что он действительно не просто парализует, а уничтожает ваши данные. Первое, что он делает вам, это... Он может появиться у вас просто на компьютере потребовать, ну, он шифрует все личные данные на компьютере, все, абсолютно. Либо там музыка, либо фотография, неважно. Парализуют, блокируют данные, требуют сначала, чтобы вы перевели 300 долларов. Если в течение, там, двух дней, или даже трех, вы не успеваете или не переводите... Ой, извините. Или же не переводите средства, на следующий день, после трех или на третий день, сумма удавается еще на 300 долларов. А если в 47 дней вы не успеваете, нечего сделать, то ваши данные даже не подходят под... Ну, как бы так сказать. Вы даже не можете их тупо восстановить. Единственное спросение, это облако, и как можно сильнее, потому что... Вот, допустим, взять... Ммм... Взять, допустим, Майлоу облако. Насколько я помню, там 8 гигабайт памяти. Потом, какой-то мега... Там 50 гигабайт, по-моему, памяти. Поверьте, на ваших компьютерах, лично на моем компьютере, столько, и это только фотографии. Вот, допустим, у меня фотографии, я на облако себе закинул, на этот, как Майлоу облако. 8 гигабайт свободной памяти было? Так вот, у меня только 99% заняло... И то, 1 четвёртых моих фотографий на компьютере. 1 четвёртых. Перекиньте себе. Представьте себе, вот, допустим... И самое главное, что под этот вирус попало больше 300 тысяч компьютеров из 137 с чем-то там стран. СНГ, по-моему... Третья, по-моему, по счёту была Россия. У них всё парализовало. Мегафон, Билайн. Потом что-то там полиция, говоря, тоже... Полиция была парализована, говоря, тоже. Ну и там... Я полностью не помню всё. Так что... Как обезопасить себя, я не знаю. Главное, что я могу сказать... Слава Богу, что у меня сейчас нет этого вируса. Да, у меня есть вирус какой-то. Я сам толком не знаю. Это и почистить я его никак не могу уже... Не знаю. Хотя, честно, он у меня попал только вчера... Вчера, наверное. Потому что вчера я вот приехал в Киев. Сегодня включаю там компьютер. У меня уже выбивают разные окошки. Окошко разное убивает. Так вот. Что делать с этим, я не знаю. Почистить я его пытался чистить. Бесполезно. Это один, два. Я даже боюсь представить, что будет с моим компьютером, если же этот самый вирус, который реализовал всю, можно сказать, страну Боджа, попадёт на мой компьютер. Ну, заплатить, конечно же, я не смогу. Да и не собирался бы. Потом. Есть несколько смельчаков, так сказать, которые же говорят, что можно как-то почистить, то есть ликвидировать этот вирус и всё такое. На самом деле, специалисты же говорят, невозможно. Этот вирус обновляет только чисто, какими-то же способами. Во! Кстати, сейчас вот смотрю в окно. У нас вот недалеко возле ларка стоит тот сам, ну, ой, терминал. Там я постоянно пополняю счёт. Так вот, сейчас на нём стоит вот эта, знаете, загрузка Windows. Без значка самого Windows'а просто текст. Запуск Windows. Не вот эта загрузка, значок, просто запуск Windows. А недавно я, походу, тоже видел, видел такую фигню. Так что самое страшное, что он, ну, я не знаю, его, как бы, тяжело, говорят, поймать. И почистить его тяжело. И пока что даже не знают, кто виноват в этой, в этом создании вирусов. Так вот. Чё хотел сказать. Вот, кто знает анонимус, таких хакеров, кстати, самый лучший хакер, говорят, на всей планете, типа, им никто не может даже стать, перед ними даже никто не может стать тупой. Всё. Если кто-то даже и решил с ними посопротивляться, всё, ханан. Они готовы на всё, они взламывают телевидение, они взламывают, чё только, чё только, невозможно. Так вот. Что я хотел сказать. Два-три года назад, где-то так, в таком количестве времени, был найден, такое видео было найдено, что, типа, они парализуют всю систему. Не знаю, они не они, спорить не буду, но самое главное, что каждый должен знать, что они сказали, что парализуют систему интернет. это... Я даже не знаю, как на их, это даже слишком. Они, в основном, не такие жестокие. Потому что, предыдущие их взломы, не такие жестокие были. Ладно. Всем спасибо за просмотр, кто меня слушал внимательно. И, я, надеюсь, что вы, все свои файлы, реально быстро перекинете на облако, потому что, тут реально кошмар творится. Потому что, если вы сейчас этого не сделаете, потом вы этого будете, потом вы про это будете жалеть. Ладно. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь.